всем здарова народ с вами варчик и в этом видео будем прощаться с 2019 годом подведем итоги какие танки из тех которые я в этом году катал в 2019 понравились мне больше всего это мой топ танков 2019 года в нем будут только десятки девятки и восьмерки вообще я планировал изначально по 5 мест на каждый уровень но когда дело дошло до восьмого уровня мест стало намного больше итак давайте начнем с десяток поскольку мы будем брать все время за 2019 год то не удивляйтесь что некоторые танки вы могли уже наверно забыть но я их катал в начале года и один из таких танков 268 вариант 4 268 вариант 4 я катал довольно таки давно после его нерфа когда уже все понагибались кто мог я его прокачал за свободочку и немножечко на нем поиграл поврывался по нагибал потанковал в принципе танк мне понравился играть на нем не сложно было тупо птшка для активного ближнего боя пушка конечно не самая точная но в ближнем бою в принципе пострелять можно да и броня позволяет играть этот самый ближний бой в кучу с этим еще и у танка есть скорость в общем одна из немногих птшек без башни которую я могу рекомендовать танк просто пушка следующий танк на четвертом месте это ис-7 начале года я брал на нем три отметки я уже не помню когда это было очень давно помню было довольно таки интересно на нем набивать три отметки танк не оказался уж таким прям устарелым не интересным он был вполне себе угодным играбельным и сильным поэтому спокойно занимает четвертое место хоть и такой старый принципе на это место можно поставить практически любой быстрый тяж но поскольку я играл на и си седьмом то и на четвертом месте мы имеем и со 7 на третьем месте badger танк на котором я недавно играл выкачал его за чертежи к слову ветка мне не понравилось вообще вся ветка которая идет просто мусорка танки которые вообще ни черта не танкуют у них классные вроде бы пушечки но они вообще не едут и вообще не танкуют badger же мне понравился намного больше и как по мне у badger в принципе только две проблемы он горит если стрелять ему в корму и нужно заранее понимать куда ехать потому что он очень медленный если не туда заехал то все конец а так этот танк съедает своей пушкой буквально жмениями врагов главное правильно и вовремя ехать на этом танке в нужное направление дальше это корыто делает все само особенно через холмы от увенов он просто съедает мне очень сильно понравился танк и на удивление такой геймплей в этом году особенно под конец мне довольно таки сильно понравился после того как вели еще и подобные прем танк на втором месте 60 тп довольно таки давно я этот танк уже выкачал мне ветка в принципе понравилась более-менее нормальная восьмерочка понравилась и десяточка в принципе танк прикольный своей пушкой у военами на нем можно просто в удовольствие на десятках поездить побахать урон ну в принципе насколько это вообще возможно в удовольствие на десятках 60 тп принципе прикольный танк обновленная версия е100 с более адекватной башни чисто такой альфа самец ну и на первое место на десятках конечно же я любитель средних танков что я туда могу поставить ведь в этом году я в принципе кроме прожито на десятках особо ничего и не играл да и честно говоря десятки уже давным-давно мне надоели и один из последних ст 10 который я выкачал это был прожито танк мне очень сильно понравился но не сразу поначалу меня бесила это вечная долгая перезарядка но со временем я к ней привык и танк оказался принципе великолепным танк в принципе быстрый у него довольно таки интересная броня толщина вроде бы маленькая но наклоны делают свое иногда этот танк удивляет и отбивает снаряды довольно таки сильные но в целом если по прожито правильно стрелять то ничего не танкует но не у всех такие точные пушки чтобы четко выбирать куда попадать поэтому бывает спасает также еще барабан довольно таки неплохой точная пушка пробитие все как надо ну и конечно же замечательная фишка итальянского барабана которая сама все время заряжает снаряды в барабан потребуется конечно кое-какое время чтобы научиться играть на этом танке но потом он даст свои плоды даже в ранговых боях на этом танке я откатал больше всего боев поэтому танк очень даже годный вот такой вот топ десяток переходим к девяткам в этом году с девятками что-то как-то такое себе очень много у меня разочарований и те танки которые я давно не катал и покатал недавно чет как-то меня разочаровали и вообще разонравились плюс еще танки за линию фронта вообще мне не понравились новые танки за линию фронта где тоже была девятка ну такое себе чисто ездите и с вертухки на голде стрелять куда попало потому что пушка тупо кривая короче мне не понравилось в этом году с девятками что-то такое только один танк на девятом уровне меня в принципе в этом году радовал итак начнем с того что очень когда-то там давно уже не помню когда я принципе катал amx m451 это типа бронированный французский тяж один из двух остальные все ватные к слову в этой мини ветки мне нравится всего лишь один танк не восьмерка не десятка мне не нравится поскольку между девяткой десяткой отличий почти нет а восьмерка просто говно то сам бог велел чтобы мне понравилась только девятка единственная проблема девятки это в том что у нее не сильно опускается пушка а танк очень большой в целом броня лба хорошая пушка классная принципе чё еще надо лбом танкует урон наносит жаль что пушка не сильно опускается ну и очень высокий танк с ватными бортами ромбовать на нем не получится хотя рандомные эксперты пытаются но недолго на четвертом месте т-10 т-10 очень простой танк в использовании это в принципе можно сказать что средний танк который играет от альфы у него есть пробитие у него есть альфа просто ездишь как танк поддержки у тебя есть скорость и поддерживаешь союзников уроном особо не пытаясь как-то там танковать иногда можно немножко там от башни попробовать потанчить и немного бортом в принципе все особо специально на первой линии выпендриваться не нужно это не супер тяжелый танк который должен танковать сразу поймите что это средний танк и все будет хорошо танк очень простой в использовании если вы не рак на третьем месте тайп 61 довольно таки много в этом году я катал на этом танке наверное один из самых используемых у меня танков в этом году но я бы не сказал бы что этот танк прям шикарной максималки у него не сильно много ездит он средне особо не выпендривается брони в нем нет в принципе вообще очень редко там что-то отбивается но это чисто там подкручено также на голове шишка выезжает через холм всегда раньше вас точности на дальнюю дистанцию стрелять не хватает в принципе из минусов все тупо ватные средние ездящий по скорости танчик с хорошей стабилизации с хорошей скорострельностью с нормальным пробитием довольно таки прикольный танк интересные но я бы не сказал бы шон мега имбовый просто прикольный удобный танк который может смело вам показать умеете выиграть в игру в танк поддержки или не умеете на втором месте у девяток легенда е-50 конечно же я не мог бросить этот танк хоть он и старенький но удаленький на втором месте заслуженно танк с великолепной пушкой стабилизация точность тупо снайпер единственно что у него мало пробития это единственно что может смущать в этом танке также он ездит не особо быстро но в принципе достойно как для тяжелого танка но медленновато как для среднего поскольку на нем еще и брони довольно таки много но не сказать что она эффективная можно потанковать бортиком гусеницей иногда танкует в лд но она не сказать что прям мега крепкая принципе голдой это в лд можно пробивать правда никто особо не старается видимо думаю что она не пробьется башня вообще ватная щеки просто дыра в целом этот танк играется очень просто вы должны знать все прострелы на карте ездить и тупо снайперить плюс иногда танковать бортом вот и все плюс еще иногда можно с мастером тарана кому-то въехать в зубы и поехать дальше набивать больше урона в принципе великолепный танк ну и на первом месте девятка которая единственная наверное из так сказать новых вернее обновленных леопард один которому в принципе переделали пушку вроде бы еще максималку добавили и танк стал очень классным но не сказал бы что на нем сильно много катал все из-за того что основной экипаж для немецких ст сидит в е50 а второй экипаж сидит в леопарде один а в леопард pta посадить уже в принципе некого поэтому я на этом танке не сильно много катал но танк очень мощный пушка просто капец повышенная альфа пробитие тупо овер дохерна точность скорость полета снаряда танк быстрый еще иногда чё-то лбом башни отбивает но не сказать что часто тупо великолепный танк если вы любите средние танки вот такой вот топ девяток переходим к восьмеркам на восьмом уровне все сложно поскольку тут очень много прим танков и картошка столько много она плодила прим танков что их там уже больше чем прокачиваем их в несколько раз и так начнем из глубины на восьмое место аж на восьмое место да тут будет столько мест на восьмом месте будет сразу два танка это танки которые можно получить бесплатно за рефералку мле 49 112 это два единственных танка которые хорошие на мой взгляд за рефералку который можно бесплатно получить в картошке они оба играбельные оба хорошие но разные поэтому задумайтесь какой вам нравится больше 112 с кривой пушкой но супер бронированный очень хорошо подходит под выполнение лбз и мле 49 просто удобный приятный танк на котором нужно двигаться чтобы не выцеливали лючок на голове если тупо стоять танк покажется вам ватным если двигаться то танк принципе удобный и нормальный и не вздумайте на нем ромбовать борта тоже ватные танкует только лоб башни и лоб корпуса все ну и пушка более-менее приятно и удобно и нормальный приятный прям танк и так на седьмом месте стоит у нас индейка ст 8 уровня немецкая хорошие воины неплохая броня нормально ездит конечно это не скоростной танк но как для стэшки скорость норм и лютейший дпм скорострельность просто жесть за счет этого можно приезжать и от башни тупо съедать врагов целиком не жуя выплевываете едете дальше следующего сжирать танк просто охеренный единственно что пушка немножечко кривоватая в принципе это все танк охеренный на шестом месте аж на шестом месте двустволка которую я сейчас катаю и почти набил три отметки возможно пока вы смотрите это видео я уже их набил что я могу сказать про танк принципе на нем играть не сказать что сложно но минусы у него есть слабая боеукладка которая находится где-то под передними катками слабые баки которые находятся в жопе по бокам также 5 градусов уэнов которых очень часто недостаточно в принципе это все минусы довольно таки крепкая башня у которой практически нет лючков но если впритык стоять перед врагом красные киберспортсмены умудряются в них попадать хотя там даже ничего нет также еще если у рога очень много пробития он может пробить вас в щечки в малюсенькие вокруг слева и справа от пушек ну и посередине вроде тоже но туда никто не стреляет великолепная стабилизация мини барабан на два снаряда возможность стрельнуть дуплетом и в целом неплохая точность хорошее пробитие плюс еще голдой хорошее пробитие 270 все это дает нам возможность хорошо наносить урон если вы умудрились подстроиться под выстрел поскольку 5 градусов уэнов всегда вам будут мешать хорошо можно танковать бортиком хорошо можно танковать башенкой но башни на расстоянии лучше танковать поскольку вблизи эксперты могут попасть также когда танкуете бортом имейте в виду что если вы танкуете бортом по обычному то в тот момент когда вы выезжаете стрельнуть у вас видно край vld поскольку спереди у вас нету никакого не щучьего носа не закругление ничего а просто корпус квадратный то у вас все время будет торчать кусок vld и враг с большим пробитием легко туда вас пробьет поэтому слишком сильно выкатываться из-за поворота когда вы танкуете бортом нельзя а так в целом танк этот прикольный интересный но не совсем удобный на пятом месте fcm давно я не играл на fcm и в этом году решил снова на нем покатать я буквально там несколько дней подряд тупо по полдня безвылазно на нем катал у него лютая скорострельность стала пушка опускается танк ездит быстро плюс таран также он хорошо танкует бортиком жирной гуслей но в целом брони у него практически нигде нет многие думают что он пробивается куда попало поэтому когда видят гусеницу fcm и стреляют в нее а потом офигевает что не пробивают но угол нужно выставлять довольно таки острый чтобы было видно только гусеницы ну и как по мне в fcm минус только один плохая стабилизация буквально всегда нужно заново сводиться хоть чуть-чуть дернулся все пушка разлетелась на весь экран при такой дикой скорострельности иметь такую плохую стабилизацию тупо противно но в целом я на танке снова наигрался и скажу вам танк офигенный хотя вы сейчас его нигде не купите поэтому это чисто для очень старых игроков такой вот обновленный fcm но он честно говоря совсем не тот который был раньше переделали его довольно таки сильно и танк совершенно по-другому играется на третьем месте химера очень сильный средний танк за лбз он буквально на первом месте среди средних танков на 8 уровне по статистике находится его очень сильно апнули после того как он первый раз появился он оказался каким-то слабеньким ему подкрутили там и пушку и динамику и так далее танк тупо лютый он так не сильно ездит но немного танкует он весь такой квадратный но можно в принципе бортиком потанковать и в него просто альфа 440 с хорошим пробитием хорошей стабилизации и нормальной точностью танк реально очень сильный если вы его получили за лбз попробуйте поиграйте он реально мощный на втором месте карнар вон британский тяж 8 уровня что я могу за него сказать у него лютый дпм скорострельность просто жесть хорошее пробитие точность принципе танк просто бомба но у него маловато брони и жирный корпус поэтому если вы играете через холмик то вы сожрете врага просто на ура а вот если в городе бортиками там что-то вы танковать то это конечно очень сложно и танк танковать корпусом не особо то хочет потому что там брони в принципе нет но танк играется чисто за счет дпм а особенно через холмы это просто его короночка мне очень сильно нравится этот танк поскольку в ближнем бою можно на нем такое вытворять я давно не чувствовал этих ощущений рубилово ближнего боя последний раз я такое чувствовал лет пять назад на объект 140 и вот в этом году я снова почувствовал это неимоверное рубилово в ближнем бою на карнаге боне восьмого левела это просто жесть он тупо реально может очень жестко рубиться вблизи если вы хорошо играть и понимаете что у него ватный корпус но очень лютый дпм вы можете разводить врагов и тупо сжирать их ну и на первом месте конечно же прожета это наверное на и удобнейший простейший танк для меня на восьмом левеле я буквально закрытыми глазами могу во сне играть на нем и тупо отбивать свои стандартные 2 500 урона держать на нем хорошую статистику и при этом не прикладывать вообще никаких усилий для меня это самый простейший танк самый удобный самый приятный 0 усилий много результата чисто танк для отдыха я на нем накатал очень много боев прям сразу конечно я на нем уже немного наигрался и начал играть на остальных танках поскольку я просто на нем переиграл невозможно тупо беспрерывно играть целый год на одном танке вот такой вот топ моих танков 10 9 и 8 уровня за 2019 год на которых я играл в этом году сам был арчик играть красиво всем пока с наступающим